Есть писатели, чьи книги не залеживаются на полках. Их любят и перечитывают. Те, кто увлекается биологией и зоологией, не могут пройти мимо книг Игоря Ивановича Акимушкина. Его имя стоит рядом с такими великими биологами-популяризаторами, как Брэм, Даррелл. Библиотека номер 18 Северного округа предлагает познакомиться с биографией и творчеством известного отечественного ученого, автора научно-познавательных книг о жизни животных. Игорь Иванович Акимушкин родился 1 марта 1929 года в Москве в семье инженера и экономиста. Интерес к природе и биологии у него возник уже в детстве. Еще маленьким мальчиком он очень любил бывать на даче, где наблюдал за окружающей живностью и тут же придумывал жучкам-паучкам собственные названия. Учащий в школе Игорь стал посещать кружок юных биологов при Московском зоопарке. В 1947 году будущий ученый и писатель поступил в Московский государственный университет имени Ломоносова на биологопочвенный факультет. После его окончания был направлен на работу в Институт океанологии. Здесь он занимался изучением осьминогов, проживающих в Тихом океане. Защитил по этой теме диссертацию и получил звание кандидат биологических наук. Параллельно с научной работой Акимушкин стал заниматься литературой, писал увлекательные книги о природе и животных. Его литературный дебют состоялся в 1961 году, когда были опубликованы сразу несколько книг. Тропою легенд, рассказы о единорогах и василистках, а также следы невиданных зверей, рассказывающие о том, как легенды и слухи о почти сказочных и невероятных животных оборачивались реальными открытиями новых биологических видов. Благодаря простому стилю изложения научных знаний, эти книги пользовались большой популярностью среди читателей. Затем книги Игоря Акимушкина стали выходить регулярно. В их ряду выделяется занимательная биология, которая стала одним из самых заметных произведений писателя и которая принесла ему всеобщую популярность и успех. На страницах этого издания автор попытался доступно и интересно рассказать, когда и при каких обстоятельствах на Земле зародилась жизнь, как появился человек. Для самых маленьких Игорь Акимушкин сочинил несколько книжек, при написании которых использовал приемы, характерные для сказок путешествий. Это «Жила-была белка», «Жил-был ежик», «Жил-был бобр», «Кто без крылья влетает», «Чем кролик на зайца не похож» и другие. В них маленький читатель путешествует вместе с писателем по берегу речки или по лесу. Для более старших ребят Игорь Иванович написал книги уже более серьезного научного жанра, энциклопедические. Но не забывая о том, что для детей представлять научные знания надо в интересной и увлекательной форме. Поэтому эти книги читаются легко, увлекательно и способствуют стремлению узнавать и открывать тайны живого мира. Например, книга «Это все кошки», где автор доходчивой форме рассказывает историю этих уникальных животных. Небольшая книжка посвящена десяти диким родственникам домашней кошки. Самым известным – льву, рыси, тигру, леопарду, снежному барсу, пантере и другие. Акимушкина также волнует вопросы истории развития животного мира. Так книги «На коне через века» Игорь Иванович описал историю лошади, самого верного помощника человека как в прошлые времена, так и в наши дни. Писатель рассказал об эволюции и биологии лошади, об использовании ее человека. Произведение «Исчезнувший мир» знакомит с первыми позвоночными животными на Земле, миром динозавров, ихтиозавров, летающих ящеров, мамонтах, шерстистых носорогов и других древнейших исчезнувших животных. Самая известная творческая работа Игоря Ивановича Акимушкина – шеститомная серия книг под общим названием «Мир животных». В них обобщен огромный научный материал, использована более современная схема классификации животного мира, много разнообразных фактов из жизни животных – птиц, рыб, насекомых и присмыкающихся, прекрасные иллюстрации, фотографии, забавные истории и предания, случаи из жизни и заметки наблюдателя-натуралиста. Первая и вторая книги рассказывают о млекопитающих, третья включает рассказы о птицах, четвертая говорится о рыбах, земноводных и присмыкающихся, пятая собраны рассказы о насекомых, шестая повествует о домашних животных. «Мир животных» выдержал несколько переизданий. В 1998 году вышло четырехтомное переиздание «Мира животных», дополненное главами про недостающие типы беспозвоночных. В оформлении книги были добавлены цветные фото, но рисованные иллюстрации, присутствовавшие в первом издании, были исключены. Параллельно с книгоиздательской деятельностью Игорь Акимушкин участвовал в создании сценариев для научно-документальных фильмов. В 1965 году вышла картина «Маяки на небе» про уникальные возможности птиц в области навигации, продемонстрированные эксперименты с насекомыми и птицами в естественной среде и лабораторных условиях. Через год вышла картина «Косьминогу в гости» с подзаголовком «В стране головоногих». После небольшого перерыва в 1971 году на экранах появляется еще одна картина по сценарию Акимушкина под названием «Заповедники Аскания-Нова» про уникальный биосферный заповедник Херсонской области. Зрители этого фильма могут увидеть антилоп, бизонов, лам, зебр, лошадей Пржевальского, фламинго, страусов и многих других экзотических для этих мест животных. В 1976 году по сценарию Акимушкина выходит картина «Кто как прячется». Это увлекательный фильм для детей и подростков, который знакомит их с особенностями животного мира, птицами и морскими обитателями. В 1979 году Игорь Акимушкин принимает участие в создании настоящего художественного полнометражного фильма. На экраны вышла приключенческая лента Вадима Дербенева по следу властелина о первой послевоенной зиме, которая проходит в Уссурийской тайге. Последней картиной по сценарию Игоря Ивановича Акимушкина стал документальный фильм «По следам снежного человека», вышедший в 1988 году. В нем рассказано о происхождении нашего вида, а также о гипотезах и теориях, связанных с существованием снежного человека. Посвятив свою жизнь популяризации знания о природе среди детей и подростков, Игорь Акимушкин стал в один ряд с известными писателями-натуралистами, такими как Бианки, Паустовский, Пришвин, Сладков, Сеттон Томпсон, Чарушин. Книги, написанные Игорем Ивановичем Акимушкиным, вызывают такое чувство, будто писатель сам лично искал, выслеживал, отлавливал, изучал и дружеский трепал по загривку каждого зверя. Своим творчеством он постоянно подчеркивал нашу близость к животному миру. Игорь Акимушкин смог рассказать о многих из них понятным и увлекательным языком, ведь он автор особенный и очень многими любимый. Дети, читавшие его книги, повзрослели, но на всю жизнь пронесли любовь и к животным, и к его книгам о животных. Субтитры создавал DimaTorzok